Так, так, так. Ой, откуда это урон летит? Вы это видите? Урон сквозь стену летит. Походу какой-то чувачок балуется запрещенным ПО. Возвольные читы. Видели? Он висит в воздухе, а может это был и баг. Так, всем привет, с вами Саббендер, и на игру Guns of Boom вышло обновление, а я по ней давно уже не делал видео. И давайте посмотрим, что же разработчики приготовили нам новенького. И давайте глянем, что же нам добавили новенького. А нам добавили сведения о персонаже. Их вроде можно редактировать и смотреть рейтинг, статистику и прочую хренотень. Также нам добавили чат, еще более улучшенный. То есть мы теперь можем добавить человека в друзья и подключаться к нему. Каждый день проходят акции. То, что некоторые пушки доступны, которые не нужно покупать. Сегодня это гранатомет и пулемет. К сожалению, видео будет не только сегодняшнее из игры, но и из других. Вот, например, мы можем посмотреть профиль этого чувака. Тут есть база знаний и прочее. Также рейтинг. Посмотрим, что нам новенького добавили. Из костюмчиков ничего. Бронежилет уже был. О, панкиновые штанишки. Неплохо. Покупать же опять на время. Покупается за внутреннюю игровую валюту. Также есть сумасшедшие выходные. Каждую субботу и воскресенье вроде бы доступно все оружие полностью модифицированное. Потом тут игровые новости. И пойдемте-ка уже на режим выживания. Нам его добавили еще в прошлом обновлении. Возьму я пулемет на него. Там против зомбей. Давайте попробуем. И посмотрим. О, зараженная деревня. Выживание. Отличненько. Да. Посмотрим. Что же нам приготовили разработчики. О, я тут не один еще какой-то чувак тут. С нами. Опаньки. Я думаю, этот пулемет идеально подойдет для зомби. По одной простой причине. Столько патронов. И довольно быстрая перезарядочка. Также нам тут объединили. Если кто-то собирает бонусы на зомби или на командном режиме, то они идут всем. То есть распределяются на команду. Очень неплохо. Зомби довольно интересные. И убивать их одно удовольствие. Опытыш, блин. Меня уже убили. Также. Такое изменение было. То, что если играешь на командном бою и тебя убили. Нажать кнопку тейп. То покажет через сколько игрок возродится. Походу, игра завершилась по одной простой причине. Но давайте-ка еще раз попробуем. На этот раз я буду мочить зомби. А, не. Опять они тут. Да. Еще чувак. Отлично. Валим этим. Зомби. Он убегает от зомби. Давай. Я верю в тебя. К тому же, чтобы таким голосом говорить. Зомби килл. Просто она просто шикарный голос. Так. Во, зомби. Да. Ну, отлично. Ой-ой-ой. Винчаль, беда. Я тут порвовал еще игры. Доходил максимум до шестой волны. Просто потом там уже такая толпень, что в одно рыло их проходить это... Ну... Не самое легкое занятие. С этого пулемета надо стрелять заранее. Также по поводу этого пулемета есть шутка. Типа, пока он начнет стрелять, можно сходить... Пить кофейку. Так скажем, выпить горячего кофеечка. В итоге... У нас даже в группе ВКонтакте появился один мем. Где чувак... Там я не помню, как его фамилия. Идет и говорит, пойду попью кофе. Давайте, ладно. Зомби кофе... О, да. Сколько ж вас тут-то? ТП-шечки у меня маловато осталось. Надо собрать все. Ой, сейчас еще зомби будут. Печалька, печалечка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И... Меня тут танки убили. Ладно. Пошли дальше. Я поиграю сегодня с несколькими оружиями. Вот она, моя любимая снайперская винтовка. Но... У нее есть недостатки. Она ваншотит только в стандартную броню. И то не всегда. И я рекомендую сделать ее более ваншотной. А то класс снайпер... Ну как класс снайпер? Здесь нет деления на классы, но... Снайперская винтовка получилась какая-то, ну... Немножко ущербная. Ох, хорошая шишечка была. Просто-напросто... Зашибись. В хорошем смысле этого слова. Вот, видите, у него... Чувак с полным хп, к сожалению. И мне его... Сваншотить не удалось. Нас тут трое. Ай-яй-яй, убил меня чувак с пулемета. Так. У нас сегодня, конечно, онлайн был не очень большой. Всего семь человек, но... Люди попались там шикарные. Мы с ними... Очень неплохо поговорили. Отлично. Минус. Вон он, чувачок. Опаньки. Опять череп пробил ему. Не, ну это просто шикарное вещь. Ой, блин, денюжка исчезла. Печалька. Также я бы рекомендовал этой снайперской винтовке добавить зуму. Зум мне не повредит. Ну или же добавить ваншот. По крайней мере, при попадании в тушу. Также тут теперь в бою можно менять винтовки. И я решил взять винтовочку головорез. Очень хороша. Дострельбы по головам. О, а вот и зомби появился. И они теперь тут на рандомных картах тоже появляются. О! Чувак, ты что? В туалет, что ли, подошел? О! Надо его добить. О, тоже взял такую же винтовочку. Нормалек. Так. Пойдемте-ка поищем его. Я слышал, он где-то тут. Так. Надо перезарядиться. Отлично, килл. У этой винтовки есть одна секретная характеристика. Ну как? Она не секретная, но она есть. Она повышает урон голову пять раз. О, чувак уже схватился за винтовочку Гаусса. Ее трудно не узнать по ее выстрелам. Надо взять патрошек, а то... Бродить без патронов это верная смерть. Я считаю, эта игра станет довольно популярной. И если сравнить даже вот ее с той же игрой года в России, которая сейчас в Warface была, то эта игра, на мой взгляд, гораздо лучше. Да, многие могут возразить мультяшная графика, но... Если такая графика приснится, то... Это не будет уже как ночной кошмар. Или что-то в этом роде. Эта винтовка... Тот же самый головорез, который есть... Точнее, не головорез, а асвал. Который есть... В Warface. И... Просто-напросто... Играть с ним одно удовольствие. Но это капучка. Ой-ой-ой. Чувак меня зажарил с огнемета. Так что вообще просто-напросто получилось не очень удачно под конец. Так же тут я хочу сказать так. Я не могу выделить из пушек какого-то лидера. Есть, конечно, более слабые экземпляры, но... На мой взгляд, они все примерно равны. Главное их правильно использовать. Например... Тот же самый... Гранатомет. Если с ним правильно играть, то никто не сможет вас убить. Ну, кроме вас же самих. Просто вещь очень мощная. Но... Я рекомендую тоже повысить ему... Ваншотность. Просто я пробовал... Ой. Я пробовал в него стрелять. В нестандартном броню. И... Он не ваншотил. Но... Это не очень реалистично. Я считаю, что ваншотность ему не повредит. Ух ты. Опять я сам себя... Убил. Ну, да. Ой-ой-ой. Так, стоять. Стой. Отлично. Кил. Нормуль так. Надо найти патронов. Я делал уже видео с этим стволом под названием «Чит на бессмертие». И... Один чувак у меня даже спросил после видео этого, ну и где чит. А читы, я вообще скажу так, я не рекомендую использовать. На мой взгляд... Это... Не то, что неправильно. Это показывает о том, что... Человек, который использует... Читы не может... И хорошо играть. Просто один мой знакомый... Сказал так. Читы, как Виагра, для тех, кто сам не может. И я с ним абсолютно согласен. Тут уже один чувачок ливнул. И надо найти этого... Братишку. Где же он бегает? Также позже я сегодня поговорю об одной новой карте. Карта меня порадовала. Она получилась очень красивой. Я могу сказать так, что разработчики, которые ее разработали, молодцы. Они знают свое дело. Ну и я планирую выпустить по этой игре еще не один видос. Потому что игрушка... Она хоть и сейчас находится на стадии тестирования, но... Она мне... Уже нравится. И... Я, несомненно, буду в нее играть. Ой-ой-ой, огнемет. Вот. Чувак берет разное оружие. Но, однако... Убить у него у меня не получается. Конечно... В этой игре... Можно еще много чего интересного ввести. Например... Те же самые ежедневные в бонусы. Типа... Ганбаксов. Или же, например, скидочка на какое-нибудь оружие. Ой-ой-ой. Благо, у меня есть броня, которая меня спасла. И... Все просто-напросто шикарно. Ой-ой-ой. Чувак ливанул. Я его погиб два раза. Но это те, что я себя убил. И давайте уже посмотрим новая карта. Склад. Что же она из себя представляет? Что мне нравится, тут довольно быстрая загрузка. Ой. Следы какие-то. О, возродился мой союзник. Ой, что за следы? Что это такое? Тут, походу, была серьезная атака зомби. А чего следы на стене? У них что? Нету дружбы с гравитацией? Так. Так же с нами тут играет один чувак. Топовый игрок. Ну и... Зачем ты меня режешь ножом? Я вроде еще не настолько известный ютубер. Ну да, молодец. Ой, 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 ой. Чем этот пулемет хорош? Он запилит любого. Ну вот, видите. Меня гранатомет сваншотил. А вот в такую броню, как у него, будут не ваншоты. Так же можно, когда не стреляешь, просто вот так вот легким прокликом, чтобы он вращался и поддерживать его. И при этом не тратить пули. И не тратить время на раскручивание этого спула. Отлично. Минус еще один. Я не знаю, сколько тут одновременно в одной комнате могут находиться игроков, но я более пяти или шести человек не находил. Но... Я вам могу сказать так. Все потому, что игра находится на стаде открытого тестирования. Я думаю, позже у нее будет большая популярность. О, ножки зомбули. И это да. просто-напросто... Великолепно. Следы какие-то. О, отпечаток. Зомби, походу, решили оставить отметину. Ох ты ж. Хорошо меня сваншотил. Причем у него дробовик полностью прокачен. Также... Я вот сходил на этот зомби. Дошел до шестой волны и обнаружил такую штуку. Что? Награды маловаты. Я сейчас ничего не говорю в плане выдаваемого опыта. А вот в качестве внутренней игровой валюты на мой взгляд маловаты награды. Но есть еще награды, когда ты, например, играешь с каким-то видом оружия и убил количество игроков, то за это можно получить награды. Но они, я вам скажу, не очень большие. Я не знаю. Я считаю, что их стоит так увеличить. Ну, хотя бы где-то раза в полтора. Про опыт я ничего не говорю. Хотя с одной стороны это довольно долго будет качаться и открывать оружие при нынешней системе выдачи ганбаксов. но может быть так и задумано. Я точно не знаю. Но по поводу снайперской винтовки я считаю либо стоит ей увеличить урон либо скорострельность сделать ее полуавтоматической. так мой чувак, который там отгребает со счетом 2 к 12. Матч закончился на этом. Ну и ну а на этом мое видео подходит к концу. всем спасибо кто досмотрел его до конца. То ли вы случайно набрали на это видео в поисках по игре Гансов Бум. То ли зашли намеренно на мой канал. Хочу вам сказать спасибо за просмотры. Если вам понравилось данное видео, то не ленитесь. Поставьте ему лайк. И подпишитесь на мой канал. Всем спасибо. Всем пока.